Действия проверять, как они отражаются на деньгах и на прибылях убытков. А у нас вообще палаток нет. Вот у нас сейчас шикарный бизнес, мы ничего не купили, а услуги уже оказывали. Поэтому мы сейчас с вами пойдем в покупку активов. У нас не на чем оказывать услугу на самом деле. И мы интересно себе так поставили кэш сначала у нас, 3 миллиона было, и вот сразу у нас там выручка пошла. Поэтому мы с вами идем в стартовый баланс и приводим к ситуации, но ситуации более-менее реальные. Не знаю, там положим каких-то там 100 тысяч на счет в начале уставняк. И пока все. Так, и смотрим. Сразу смотрим. Так, зарплату я сейчас скрою, чтобы не сильно много листать. Смотрим. На прибылях и убытках это должно сказаться? То, что мы денег добавили или уменьшили на расчетном счете? Да. Как? Как? Не на прибыль, а на собственном счете. Я на все, короче, я сейчас не знаю. Не, ну надо как раз проговаривать, надо анализировать. Прибыль и убытки это текущие доходы минус текущие расходы. Какой? Деятельность есть или нет? Ну, как бы есть. Мы вроде как палатки продаем, которых у нас нет. И даже зарплату платим человеку от реализации этих палаток. Но палаток у нас нет. Это прибыль и от прибыль. Это прибыль. Ну вот смотрите, точно могу сказать, на отчете о движении денежных средств эта операция с вами отразилась. У нас здесь было 3 миллиона 103. Осталось у нас только 203. Вот. То есть у нас исчез остаток наконец. А вот на прибылях и убытках это вообще никак не отразилось. Потому что для деятельности прибыли, для прибыли и как бы выручки, да, и расходов из выручки, короче, для расходов из выручки, самой выручки, нам вообще по барабану есть у нас на счету деньги или нет. Потому что нам клиент заплатил, мы из них потратили. Вот если мы потратили, а клиент не заплатил, да, это напрямую затрагивает расчетный счет и нам надо их откуда-то взять, да. Вот. Но пока смотрите, доходы превышают расходы. Поэтому мы считаем, что мы самофинансируемся и нам деньги на счету вообще не нужны. Вот обратите внимание, я сейчас вообще за нулю, например, деньги, да, на расчетный счет. Сейчас я это уже сверну. Лишнее все пока. За нулю деньги на расчетном счете и это вообще никак не скажется на наших с вами прибылях и убытках. Как было 96 и прибыль 12. О, да. Убыток в данном случае, по-моему, да? Почему убыток? А, потому что от операции по реализации мы получили прибыль, но у нас еще есть административный персонал и коммерческий, которому мы зарплату заплатили, да? Вот, пока убыток. Вот. И здесь он просто пишет, минус 12, ваша операция убыточна от текущей деятельности. Но до деньга, но по деньгам здесь это никак. От того, что там денег нет, он минус 12 от этого не перестанет писать. Он все равно пишет. А вот отчет о движении денежных средств, там проблема должна быть. Где нет проблемы, да? 96 получили, потратили, 12.23, зарплату 52, налоги 21. От операционной деятельности минус 12. Это убыток, по-моему, у нас. Так. Некий прирост численооборотный капитал. Я пока не понимаю, что это такое, но мы посмотрим в данном случае, да? Так, и у нас суммарный поток 103. И даже денежные средства на конец периода, как бы есть. Не знаю, не понимаю, почему так. Хотя на самом деле у нас должно быть минуса. У нас должно быть минуса. Вот, сейчас я хочу посмотреть, где у меня кредиты заняты, где у меня? А, вот они. Может, у нас там какие-то деньги, кредитные будут? Нет, ничего нет. Все пусто. Без учета операционной статьи. Так, ладно, свернули. Так, давайте мы с вами подумаем, как мы с вами палатки купим. Потому что без палаток нам никак. Нам сколько, кстати, надо купить-то? Сколько у нас палаток должно быть? Сколько палаток? Здесь палаток нам надо купить. Так, давайте мы с вами их купим. Так, сколько может стоить палатка? Ну, допустим, может 1300? Ну, наверное, может, да? Сколько у нас там по Калиниченко-то было? Палатки, палатки, палатки. Угу. Так, палатки, я не вижу цифры. Совсем не вижу цифры. Загрузка. Стоимость номера, да? Рабочий сезон штабный. Это у меня прибыли и убытки, по-моему, были. Так, а где у нас палатки сами? Непонятно. Ну, хорошо. Давайте, пусть, значит, у нас палатка стоит 300 тысяч рублей. Им надо купить их 10, да? Значит, смотрите. Мы начали проект, конечно, с 1 января. Иногда бывает в проекте такая ситуация, что надо отразить не только будущие расходы, но и ранее произведенные, ранее произведенные расходы до этой даты, а также отразить имущество, которым мы располагаем на начало проекта. Такое очень часто бывает. Редко какой проект начинается с чистого листа. Значит, ранее купленные имущества мы с вами можем показать в балансе несколькими этапами, ой, несколькими способами. Первое. Например, можно поставить сюда 10 палаток. Пишу 300 тысяч, умноженное на 10. Это как будто палатки у нас уже есть. И у нас единственное, что не сойдется, когда в баланс мы в актив запихнули 3 миллиона. Нам нужен какой-то источник, откуда эти деньги взялись, да? Точнее, откуда эти палатки взялись. Мы либо должны поставить, что нам эти деньги дали, либо то, что мы их имели сами, либо мы их взяли взаймы, здесь дали, имеется в виду собственник, да? Либо нам аванс какой-нибудь поставщик заплатил, или вдруг из бюджета нам дали, или вдруг персонал, я не знаю, отказался на год от заработной платы заранее, и мы эти деньги накопили, да? Либо мы получили авансы от наших заказчиков. Могли мы собрать предзаказ от заказчиков и, не имея палаток, там, грубо говоря, деньги с них взять? Сейчас, по-моему, такое на каждом шагу, ребята. Только внести, а мы вам что-нибудь, да? А уж состоится, не состоится, людей не волнует, там никакой морали. Ладно. Значит, пусть будет так, что это у нас целевое, там, финансирование, да? Нам собственник дал этих денег каким-то образом, да? Или, там, бюджет дал, например. 3100, 3100. Все. Теперь, значит, это мы по состоянию на 1 января этого года мы с вами имеем активы. Смотрим раздел 234. Существующие активы проекта. Давайте посмотрим, что у нас там с вами есть. Значит, где-то, 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 где-то у нас должна начаться амортизация актива. Да, вот она. Смотрите, по земле чисто. Земля 0. Нематериальные активы 0. Здание сооружения 0. Хотя мы, наверное, могли бы воткнуть это в здание, да? Хотя сюда, конечно, капитальные вообще строения засовываются, скажем так, да? Вот. Нематериальные активы нет. Вот мы имеем с разделом оборудования. Куда внесли, туда и получили. Вот обратите внимание, что у нас постоянно меняется остаточная стоимость. Смотрите, из месяца в месяц у нас остаточная стоимость. Что она увеличивается? Уменьшается? Почему? Амортизируется. Амортизация это что такое у нас? Это ты мне сейчас, Лисан, отвечаешь, куда может относиться амортизация. Она может относиться в себестоимость продукции, в прибыля и убытки, на нераспределенную прибыль или за счет, там, не знаю, средств собственника. А вообще сам процесс амортизации, это что такое? Что вообще, к чему применимо понятие амортизации? Использование чего-то. А вот использование чего? Ну хорошо, к чему не применимо? Может быть, исключение проще будет перечислить. Земля амортизируется? Почему? Ну да, она, во-первых, бессрочная, во-вторых, она не изнашивается. И обратите внимание, в земельных участках нет никакой амортизации. Чего и изнашивается, да? Даже если мы срезаем верхний полдорожный слой, загубили там все, да? Она все равно не амортизируется. Нематериальные активы амортизируются? Здания, сооружения. В принципе, у нас тогда, вон, даже обратите внимание, даже на расходы будущих периодов. Что у нас? А вон финансовые вложения. Нет, это доходные вложения, только не в недвижку, не во что-то, в какие-то бумаги, которые можно продать в любой момент, поэтому у них, наверное, срок амортизации как бы нет. Амортизируется все то, что имеет длительный срок эксплуатации, дольше, чем наш операционный цикл, дольше, чем один год, ну и кроме земли. Я бы вот так вот сформулировал. Тогда амортизация для нас это с вами что? Вот что здесь делается? Вот каждый месяц вычитается по 50 тысяч, да? Это цена используется, что оно используется. Скорее, наверное, доля, да? Доля списания, износа какого-то. Ну, то есть, оно изнашивается, да? Вот. Теряет свои потребительские свойства, да? Эксплуатационные характеристики какие-то. По сути, у каждого есть там срок своей службы. Вот амортизация, это попытка приблизить период амортизации к сроку полезного использования. Вон, где у нас тут? Вот. Срок использования. Вон там в годах, да? То есть, это попытка приблизить износ к сроку полезного использования и сделать что за срок полезного использования? Нам вообще для чего амортизацию начислять? Мы же можем этого не делать. Нам тут оборудование обновить. Вот. Вот это самое главное. Мы делаем что? В течение срока полезного использования мы переносим часть стоимости нашего актива, оборудование, например, да? Техники на себестоимость производимой продукции, но фактически включаем в цену. Мы включаем в цену наши услуги, товары, работы, продукции, да? Часть стоимости актива, переносим ее с тем, чтобы за срок вот этого вот полезного использования накопить фондом, мы создаем фонд некий, да? Фонд амортизации. Накопить у себя деньги на приобретение такого же, тогда, когда этот умрет. Через срок полезного использования, он как бы кончится, да? Корова сломается, оборудование тоже сломается, и нам надо накопить следующее, да? Мы накопить можем каким образом? Только получив с клиента, с клиентов, в течение срока полезного использования эту сумму. Вот мы переносим на стоимость нашей продукции или оказания услуг одну шестидесятую каждый месяц, включаем в цену ее, включаем в стоимость и накапливаем фонд. Самое главное, чтобы нам этот фонд ввести. И вот этот фонд, он потихонечку накапливается. И вот он говорит, что к концу какого года? У нас два года здесь или один? Два, да? Один год. Что к концу года мы накопили... Два? Мы начали в 20-м. А, ну да. К концу второго года мы накопим миллион двести из стоимости актива, который стоит три миллиона. То есть нам надо еще как бы, ну вот копить, да? Что нам этого недостаточно. Мы мало переносили, либо он у нас просто такого длительного срока. Не накопан еще за два года. Так, палатка пять лет, я боюсь, что она не прослужит. Наверное, надо поставить поменьше, да? Года три. Это все-таки не капитальное сооружение и все такое прочее. Вот, обратите внимание, мы теперь не по 50 тысяч в месяц переносим, а по 83 с копейками. У всех получилось 83 с копейками? Угу. Ну, собственно, стоимость номера не подорожала, мы просто учли, учли, она у нас уже как бы в цене сидит. Мы просто в себе стоимость списали больше. Давайте посмотрим. Идем в прибыля и убытки. Так, ладно, кредит пока закрою. Идем в прибыля и убытки. Вот обратите, где у нас амортизация? Вот, вот у нас амортизация. По 83 тысячи каждый месяц. Входит она в себестоимость. Себестоимость оказания наших услуг в месяц 166, из них 83, это амортизация. Больше половины. Нехило так вот. Ну, да, даже там все остальное как бы еще. Ну, это пока у нас очень условный пример, у нас еще даже зарплаты не все сидит, да? Так, теперь, как отразилась амортизация на движении денежных средств, на остатках, на счетах? Какие мнения? Нету мнений никаких? Ну, да, у нас деятельность по этому месяцу очень убыточная, потому что у нас очень много списалось расходов, в том числе амортизация доходов у нас пока мало. Но обратите внимание, с 30 месяца мы уже в плюсах с точки зрения прибыли, потому что у нас номерной фонд заполнился. И потом, смотрите, да, если бы мы покупали палатки пропорционально заполнению, то у нас была бы другая экономика. Мы сейчас амортизируем все 10 палаток. А если бы мы палатки... Подождите, мы еще не закупили палатку, да? Вы хотите к нам тоже приехать? Все, мы покупаем еще одну палатку. Купили еще одну палатку, поставили, и он теперь заезжает, да? Тогда у нас бы не было убытка в первые месяцы. Мы бы пропорционально нашей как бы выручке, нашим заказам, да, приобретали наш номерной фонд. Но мы купили заранее 10, потому что мы понимаем, что его еще надо смонтировать, завести туда все, установить, подготовить для клиента, да? И это нереально, он не будет как бы ждать. Мы не сможем там по-национальному. А вот на деньгах амортизация как отразилась? Вот эта вот начисленная амортизация. И потом, если мы обратно вернем 50 тысяч, как это отразится на деньгах? Не 83. Никак оно на деньгах не отразится. Амортизация – операция неденежная. Это формирование фонда на бумаге. И он никак не участвует в расчетах. У нас, посмотрите, в отчете о движении денежных средств даже такой статьи никогда не будет. Потому что это движение реальных денег. А амортизация, начисление ее, списание, да, это всего лишь бухгалтерская операция на счетах. То есть вон Альбина сидит и начисляет амортизацию, да. Но при этом мы никому ничего не перечисляем и ни у кого ничего не получаем, да. И никак оно не затрагивает остатки денежных средств в конце. Потому что это вот чисто бухгалтерская операция. То же самое там списание фондов, может быть, там еще расходы будущих периодов, про это еще тоже вам сейчас скажу. Вот смотрите, есть, например, у нас такая статья расходы будущих периодов. Например, ну что может быть? С одной стороны, те же самые палатки, конечно, можем, но нам надо какой-нибудь расходный материал купить, который мы закупаем наперед с большим запасом, впрок. Ну, допустим, не знаю, мешки для мусора или постельное белье. Зачем нам покупать постельное белье на 10 палаток, если мы можем взять сразу 10 на 2, это 20. Возьмем сразу 200 комплектов. Это, во-первых, дешевле за ОК, наверное, 200 комплектов, чем 20. Можем скидку, наверное, какую-то для ОК получить. Плюс мы всегда находимся с вами в ситуации, что нам не обязательно для того, чтобы заселить клиента, в прачку гонять кого-то. У нас есть на складе чистый новый комплект. Взяли и застелили. И потом, по мере накопления, мы просто одной пачкой 50 комплектов в прачку увезем и тоже скидку, например, получим. Так вот, мы можем с вами воткнуть сюда расходы будущих периодов приобретения их самых комплектов и предусмотреть их списание 200 комплектов. Ну, допустим, в течение тех же самых двух лет. Давайте забьем, посмотрим, как это отразится. Значит, я забиваю расходы будущих периодов. Вот они у меня. Ну, допустим, чтобы цифра какая-то еще была. Ну, пусть будет 300 тысяч, например. Загнал я 300 тысяч в расходы будущих периодов. Иду в активы. Вот, обратите внимание, у меня тоже сразу начинается амортизация этого всего. То есть, идет списание 1,24 каждый месяц. 1,24 от 300 тысяч. Это вот 13, да? 13 тысяч. Правильно, что ли? Странно, да? А, нет, все правильно, все правильно. Вот, по 13 тысяч идет списание в месяц. Обратите внимание на сути этой операции. Мы деньгами потратили единовременно сразу 300 тысяч. А списание использованных комплектов происходит плавно. То есть, что такое 1,24 из 200 комплектов? Это 8 комплектов мы потратили в одном месяце, 8 в другом, 8 в третьем. Вот оно произошло с писанием. Причем, давайте посмотрим, как эта операция отразилась на наших отчетах. Расходы будущих периодов, да? Так, давайте-ка я на всякий случай вот это сейчас уберу. Инвестиции, чтобы она для чистоты эксперимента. Вот это я убираю, чтобы мы только расходы будущих периодов с вами увидели в амортизации, а то она сольет все в одну титул, да? Вот смотрите. Вот амортизация наша, 13. Это амортизация наших комплектов. Списание 1,24 от суммы... Попроще что ли вам поставить? Ну давайте 240 поставим сюда. Вот смотрите, не на 300 тысяч, а на 240 мы купили с вами, да? То есть, пусть у нас один комплект стоит 1000... Сколько? 1020 что ли? 1200, да? 200 комплектов на 240 тысяч. Сколько стоит один комплект? Да, все правильно. 240 тысяч делим на 20 комплектов. Ой, на 200 комплектов. Какая-то цифра не такая, да? 1200. 1200 за комплект. Вот смотрите, да? В прибылях и убытках... В прибылях и убытках я вижу списание... Где-то должно быть 10 тысяч. Вот. Я вижу списание 10 тысяч. То есть, 8 комплектов в месяц. Ну, 1200 на 8, да? Ну или просто, я примерно прикинул, да? 10 тысяч по 1200 – это 8. А в отчете о движении денежных средств... Где у меня отчет о движении денежных средств? Расход. Где у меня расход? Не вижу. Я и не увижу его здесь, потому что этот расход я поставил, как будто бы он понесен был до начала года. До начала года. Секунду. Здесь обратно делаем 0. Так, здесь обратно делаем 0. И идем. Вот второй способ. Второй способ показать инвестиции. Первое, мы с вами показали, как будто инвестиции у нас уже понесены до 1 января первого периода планирования. А теперь, смотрите, мы указываем в нашем периоде планирования, да? В наших месяцах. Так, сейчас сворачиваем, сворачиваем, сворачиваем. Вообще понятно, что мы говорим? А? Вы успеваете за мной? Так, вот. Ставлю расходы будущих периодов в этом месяце. В январе мы закупаем 20 комплектов по 1240 тысяч. И пишем, что амортизация осуществляется 2 года. Те же самые, ну там 24, да? Вижу амортизацию в размере 10 тысяч каждый месяц. Вот теперь идем и смотрим прибыля и убытки и отчет обвижения денежных средств. Мы увидим с вами разницу отражения этой операции в разных отчетах. Так, сейчас. Свернуть, 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 свернуть. Так, пошли. В прибылях и убытках ничего не должно измениться. Мы должны увидеть все ту же самую цифру 10 тысяч в месяц в списании. В отчете о прибылях и убытках, правильно, мы должны увидеть расход будущих периодов минус 240. Одна и та же операция в деньгах означает, что мы потратили со счета 240 тысяч. В бухгалтерском учете, в прибылях и убытках нет никаких 240 тысяч. Наша трата не села в расходы единовременно. Потому что это расходы будущих периодов. И вот эти будущие периоды за 2 года как раз составят сумму 240 тысяч. Вот вам разница того, как одна операция показывается по разному в отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных средств. Давайте посмотрим, что в балансе. В балансе мы имеем расходы будущих периодов, которые каждый месяц уменьшаются на сумму амортизации. 230, 220, 210. Уже сразу, да? Причем обратите внимание, в балансе все всегда показывается по остаточной стоимости. Что такое остаточная стоимость? Первоначально минус амортизация. Каждый раз остаточная стоимость актива меняется. 230, 220, 310. Если мы вот с вами сейчас купим палатки, какая сумма будет стоять вот здесь? Вот здесь. Вот. Вот здесь какие будут стоять суммы? Наших палаток. Если мы покупаем 10 палаток по 300 рублей, это 3 миллиона. И амортизация у нас 3 месяца. Сколько у нас была амортизация? А? 83. Какие цифры вот здесь будут стоять? Ну, здесь будет 3000 минус 83, здесь 3000 минус 167, здесь 3000 минус 167 и минус 83, да? Мне в данном случае не важно, чтобы вы ответили мне с точки зрения рубля. Мне важно, чтобы вы принцип понимали. Так, проверю. А почему это как материальный актив? Где? Вы просто сказали, на нематериальный актив сидит. Нет, не в материальный, вот сюда это сядет. А, подожди. Во, извиняюсь, строку. Вот, вот сюда сядет, правильно, в оборудование. Давайте проверим. На самом деле, вот куда мы с вами посадим, туда оно и сядет. Но, для нас все-таки палатки, это либо вот это, либо, ну, в смысле, либо вот это, это точно внеоборотные активы. Они не потребляются за один хозяйственный оборот, за один цикл, поэтому они внеоборотные, они не оборачиваются, так как сырье, материал, там еще что-то, да? Нам либо вот сюда их надо посадить, либо вот сюда. Давайте решим сами. Ну, наверное, хотя это, в принципе, как сказать, ну, место проживания, да, но все-таки это не капитальное, да, то есть это не здание. Но сооружение, в принципе, сооружение, тут палатка на помоте, там все дела. Ну, ладно, куда-нибудь посадим. По большому счету, нам сейчас для расчетов, неважно, мы просто выставляем нужный срок полезного использования там, и все. Так мы не в баланс это будем заносить, мы будем вносить это, и не в существующие активы. Мы будем вносить это в раздел инвестиции, вот сюда. Мы сейчас с вами будем покупать. Так, оборудование номер один, напишу, палатка, да? Вот так написано. Так. То же самое здесь пишу. 10 на 300. Все поставили? Обратите внимание на следующий момент. Вот эта строка, это платеж. Это платеж за оборудование. Мы можем поставить вот так. Это тоже будет платеж. Что вот это означает? Аванс и постоплата. Я заплатил за палатки двумя частями. Сделал предоплату, чтобы нам их изготовили и поставили. И потом расплатился по факту второй половины загнул. Вот теперь давайте обратим внимание, как она учитывает. Это платежи. Вот сюда вот именно ставите платежи. Имейте в виду, у актива, у актива любого, не материальный актив, не оборотный актив, оборудование. Есть три ключевые даты. Первый набор дат – это оплаты, это условия оплаты поставщику за размещение заказа, за изготовление, по готовности там может быть. Например, какое-нибудь большое оборудование, вы увидите несколько разных дат. Сперва надо загнать аванс какой-то поставщику, чтобы он начал изготавливать или начал везти. Потом надо заплатить, например, второй аванс по готовности. Очень часто с импортным оборудованием это увидите. Потом надо, например, третий аванс заплатить по отгрузке, например. Что там, ну скажем, машина поехала и, допустим, какой-то четвертый уже платеж – это платеж, ну допустим, когда оборудование к вам приехало и вы основную часть заплатили. Бывает еще пятый платеж – завершение монтажа, например. И бывает еще шестой, например, платеж – пусконаладка оборудования. На самом деле их может быть сколько угодно. От одного до энцити, да? Смотря какие условия работы с поставщиком. Вот. Первая группа дат – это платежи, которые производите контракты. Вторая группа дат – это факт поставки этого актива. Ну, например, у вас может быть дата отгрузки с завода, да? Там в контрактах сложных увидите, там есть такие условия, допустим, там инкатарис даже, да? Там влияет дата отгрузки с завода. И все зависит от того, как в договоре прописано, когда происходит переход права собственности. Бывает так, что право собственности к вам, как к покупателю, переходит при отгрузке на завод. У вас еще оборудования в руках нет, а вы уже несете все риски сохранности потери актива, да? Бывают такие условия, что завод-изготовитель отгрузил с завода и все. И оно уже не его. Оно уже теперь ваше. И вы сами уже, получается, нанимаете, допустим, там транспортную компанию. Ну, это как по-простому? Самовывоз. Это самый элементарный. Приезжайте, забирайте. Ну, если ты грамотно заключаешь договора, то именно транспортно. Ну, вот смотри. Вот здесь надо коснуться, как переходит право собственности. Вот если право собственности переходит тебе тогда, когда он тебе привез, разместил и пусконаладил, тогда ты вообще не переживаешь. Вот у тебя есть оборудование работоспособное? Ты его приняла работоспособным. Все, что происходило до этого, тебя абсолютно не волнует. Если его в дороге разбили, убили, украли, оно не работоспособное. Тебе вообще по барабану. Тебе обязаны привезти другое и смонтировать. Но не всегда поставщик идет именно на такие условия. Иногда, например, там он его как раз вот разбивает, да? Допустим, право собственности к вам переходит, скажем, на таможни. Я довожу до питерского таможенного терминала или до Москвы, или до Казани, да? Там или еще докуда-то, да? Дальше вы растамаживаете уже сами. То есть, например, задача такая. Вот. Бывает оборудование, которое вот прям полностью под ключ. Мы вас там соберем, и только тогда вы подпишите нам акт приема передачи, принятия на ответственное хранение, передача права собственности на этот актив. Всякое бывает. Надо смотреть условия договоров, и надо смотреть, насколько поставщик гибкий в плане. Ну, как бы вот этого всего, да? Вот, например, торговые магазины, они работают по простому принципу. Оборудование или там что-то покинуло территорию торгового центра, все. Через кассу прошло, к примеру, факт приема передачи и перехода права собственности совпал с фактом оплаты полной стоимости за это. Ну, допустим, стройматериал ты купил, будет мегастрой, да? Все. Вот там у тебя идет полное совпадение дат. Дата перехода права собственности от продавца к тебе. И дата оплаты тобой, продавцу. Это вот частный случай торговли, да? А бывает так, что ты оплачиваешь частями, и оборудование еще приезжает на разными этапами, да? Есть изготовление, есть поставка, есть доставка, есть монтаж, есть наладка. Чем сложнее и дороже вот этот самый актив, тем сложнее бывают условия договоров. Потому что каждая сторона пытается затраховать, как бы, ну, свои риски, да? Так. Это первая группа платежей, важных дат, это платежи. Вторая группа важных дат, это существенные факты, которые происходят с вашим активом. Изготовление, поставка, доставка, отгрузка, наладка, там, монтаж, да? И третья группа дат, одна она, как правило, это ввод в эксплуатацию коммерческую. Часто, наверное, бывали, Альяна тоже сталкивалась, да? Мы вроде как отель достроили, но он еще в коммерческую эксплуатацию не введен. У нас официальное открытие с шариками и флажками произойдет тогда-то, да? То есть сейчас у нас идет тестовая эксплуатация, да? Такое бывает. Тестовая эксплуатация, пусконаладка, проверка, настройка, обучение сотрудников, да? А вот уже потом оборудование, сданное монтажом и прошедшее пусконаладку, становится на баланс уже, ну, собственника, да? Вот это три группы дат. Вот здесь отражается первая группа дат, платежи. Теперь, вот вторая группа дат, третья группа дат, поставить на баланс. Для бухгалтеров и для технарей это еще означает ввести в эксплуатацию. То есть ввести в официальную коммерческую эксплуатацию, да? Вот, обратите внимание, здесь стоит ввести в эксплуатацию со второго периода. Это значит, что вот он второй период и только вот тогда, вот тогда, вот у нас эти самые три миллиарда, он появился на балансе. Амортизация. И пошла амортизация, совершенно верно. Да, и начнется амортизация с этого момента. Вот заметьте, в первом месяце амортизации никакой нет. Где у нас эта амортизация? Что я не вижу. А, вот она, вот, вот она. Да, да, да. Вот смотрите, в первом месяце никакой амортизации нет. Ноль. Во втором месяце появилась амортизация со второго на числе, и вот остаточная стоимость началась второго месяца сформироваться. Если мы сюда воткнем пять, он начнет... А, блин, не туда. Где у нас? Вот, да. Если, допустим, там... Еще? Нет, я другое хотел. Вот, вот она, вот она. Смотри, если я сейчас поставлю сюда пятый период, то у нас первые пять периодов вообще никакой амортизации не будет начиняться. И начнется она с шестого. Да? С шестого? Ну-ка. Кто месяц? У нас... А, с пятого. Пятого. Все. Значит, четыре ничего не будет и будет постановлено на пятый, да? Так. Вот такой есть нюанс. Причем, смотрите, здесь не вижу, я не помню. Есть ли здесь факт поставки самой? Здесь он, по-моему, пропущен. Здесь он, по-моему, пропущен. Здесь уже сразу как бы вот в эксплуатацию только. Поэтому, если у нас с вами платежи, например, за оборудование, ну, там, разбиты на несколько месяцев, да? А факт поставки у нас там на шестой, ну, допустим, там, мы полгода изготавливаем, потом два месяца ведем, и потом один месяц монтаж и пусконаладка, то у вас будет, скорее всего, шесть плюс два плюс три. Вот так у вас будет. С восьмого месяца вы только получите, например, оборудование. А авансы у вас будут вот здесь. Понятно? Да. Так, теперь давайте мы с вами реальную какую-нибудь тому ситуацию запланируем. Ну, например, что, скажем, часть палаток мы купим за свои деньги, а часть палаток мы купим за грант. Может быть такая ситуация? Да. Давайте посмотрим. Значит, сейчас посмотрим, в какой месяц мы можем дотерпеть без палаток. Ну, где-то, наверное, ну, давайте половину палаток мы купим за свои и просуществуем на них до июня. Ну, вот смотрите, у нас максимальная загрузка 45, да? А вот уже оставшиеся пять палаток мы купим с вами за грант в июле. Предположим, что конкурс мы заранее приняли участие, и вот июль это уже перечисление денег. То есть в июле нам плюхнутся деньги на счет, и в июле мы сможем купить, да? Более того, наш поставщик готов технически к тому, чтобы поставить нам в июле эти палатки, например, да? Потому что нам уже нельзя. Вон у нас уже в июле уже 60%, да? Нам еще плюс одна палатка нужна. А здесь уже, вон, нам нужна еще одна, да? Или, допустим, там здесь купим пять, здесь купим две, а еще две купим, ну, например, в июле следующего года, да? Когда вот у нас уже припик там будет, давайте так. Значит, запланировать я предлагаю покупку палаток следующим образом. Я сейчас в листе исходные данные, все свои хотелки запишу, и потом уже буду просто переносить. Давайте, например, куда-нибудь вот сюда сейчас я вот это лоткну. Так, палаток, план закупок, пишу. Палаток. План закупок палаток. Это у нас первый месяц, да? Так. Знаете, что я сделаю? Я сейчас отдельный листочек создам, потому что, ну, здесь уж больно листать придется в сторону. Я ячейки там хотя бы со мной. Я не знаю, лист. А, вот он. Ну, допустим, можно назвать его инвестицией. Это же инвестиция? Так, вот они мои палаточки. Так, это мы убьем. Так, это вообще можно свернуть, все, это расширится, удаляем, все. Так, удаляем. Пишу. В первом месяце пять штук. Значит, здесь штук. Теперь, значит, в июле мы договорились две, да? И в следующем июле оставшиеся три. Так, теперь, чтобы купить пять, ну, допустим, аванс. Цена пишу еще, да? Цена. Цена 300. На всякий случай ставлю сюда, потому что цена может измениться легко. За любой там промежуток времени запросто может измениться цена. Так, вот я попроще табличку смел. Так. И оставшиеся три здесь. Значит, вычисляю стоимость. Ставлю разделитель групп разряда. Очень рекомендую, кстати, вам это делать. Когда будете работать с числами, обязательно делайте вот такую операцию. Вам и самим, и проще будет читать, и людям будет разбирать разряды. Потому что хуже нет, чем ковыряться, тратить время на разделителе разрядов, когда непонятно. Особенно на печати. Сидишь, как дурачок, и ручка отсчитываешь нули справа. Думаешь, это у тебя миллионы, тысячи, или там десятки миллионов, или сотни тысяч. Так, авансы. Аванс процентов, например, да? Сколько они просят? Ну, допустим, они просят там сорок пять процентов аванса. Должен каждый раз ставлю вот сюда, потому что тоже могут измениться условия авансирования. Вычисляю сумму аванса. Костоплата. Допустим, автоматически 55% у меня получается, да? И постоплата, например, у меня где-нибудь, ну, допустим, вот здесь. На следующий месяц после поставки, да? Вот так делаю. Копирую это все. Получил платежи. Один платеж. Теперь, ну, как бы делаю эти сносочки специальные. Чтобы мне же в одну строчку все платежи надо принести. Ну, типа вот того. Вот так делаю. Чтобы потом одну строку сразу скопировали. Поняли, да, что делаю? Не очень? Скажем, вообще не успеваем цифры забивать, еще на вопрос что-то включили, да? Так. Теперь нам придется самое интересное сделать. У нас с вами несколько видов актива, а нам придется указать период постановки на учет для каждого из них. Потому что для группы мы этого сделать не сможем. Успеваете пока поставить? А теперь переносите это в раздел платежей по палатке. И будем с вами ставить период. С вами пилот. Платежи переносить в платежи. С удовольствием в другой. На наш лист проект. Специально сделал табличку как бы исходных данных. Чтоб проще было переносить. Ой, стоять. Так, контроль C. Иду в проект. И буду сейчас переносить инвестиции вот сюда. Это у нас палатки. Вот у нас палатки. Вставить. Где у меня связь? Вот. Вставить связь. Если я сейчас протащу, что получится. Ничего не получится. Потому что, скорее всего, доллар стоит. Так. Вот этот доллар убью сейчас. Нет, нет. Вот этот вот. Чтобы он строчку оставил. А столбец не менял. Все. Вот мои платежи. Так. Кто-то закрывает меня справа. Полин, наверное. Чуть-чуть. Так. Платежи за палатки. У меня 440. Какая? Восьмая. Доллар надо убрать. Он же константы у тебя загнал. Один доллар хотя бы убери с литеры D. Чтобы у тебя десятая строка осталась. А литера D ползла. Превратилась в G. И так далее. Так. Если мы с вами поставим на баланс со второго периода. Или там с первого периода. Он видишь, что делает? Он всю сумму всех платежей поставил в эксплуатацию на первый период. Это неправильно. Потому что мы с вами купили на самом деле только... Сколько палаток мы купили? Да. Мы только 5 палаток купили. Поэтому делаем следующим образом. У нас сейчас с вами вот уже все это внесено. Но мы делаем точную копию оборудования. Мы будем с вами растаскивать палатки на разные виды. Добавить. Две палатки. У меня формируется еще один лист оборудования. И еще добавить. Сколько у меня осталось? Три палатки. Окей. Посмотрим, что получилось. Вот, что получилось. Блин, такая крупная здесь, конечно, ничего не будет. Пять палаток. Так, мы с вами не дойдем сегодня до гранта. Так, разворачиваем. Пять палаток. Две палатки. И три палатки. Смотрите, он полностью унаследовал то, что мы с вами забили. У нас три одинаковых, как бы, закупки, да? Потому что, что он сделал? Он взял, скопировал все данные отсюда и добавил в руки вот ровно такую же. Поэтому я привожу их в соответствии. Там, где две палатки, оставляю только данные по двум палаткам. Там, где три палатки, оставляю только данные по трем палаткам. И назначаю им для каждой свой срок постановки на учет. Вот это сейчас то, что я делаю, понятно? Всем? Смотри. Значит, у нас идет поэтапная закупка палаток. Значит, первые мы покупаем там первые два месяца первого года, потом еще сколько, еще сколько-то. У нас все это я сейчас делаю только потому, что я для всей группы закупок ставлю одинаковую постановку на баланс. А это неправильно. Первая партия палаток у меня ставится на баланс с первого периода. Вторая партия палаток у меня ставится на баланс с седьмого периода. И третья партия палаток у меня ставится на баланс. Ну, то есть, я покупаю ее фактически, да? В эксплуатацию ввожу, значит, баланс, учет и принимаю на 7 плюс 12, на 19 период. А если я здесь указываю один, то у меня все палатки становятся на баланс с 1 января. Хотя тех палаток у меня еще нет. Это некорректно. Поэтому я разбиваю активы с разными сроками приобретения и постановки на баланс на 3 разные учета единицы. Вот для этого дела. Все. Вот это у нас будет корректно. Мы сейчас проверим. Мы сейчас это проверим. Так, значит, здесь платежи, 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 платежи. Все, 1500, 600, 300. Нет, нет. А, все, правильно, да, 900-ка. 3 миллиона ровно. Иду в баланс. Успели сделать такое же упражнение, как я? Поправили? Я вот здесь, по-моему, не успел поправить дату постановки на учет. Так, значит, 2 палатки, 2 палатки и 5 палаток. 5 палаток я оставляю, как было. Постановка на учет первый месяц, первый период. Потом, значит, те 2 палатки ставлю на баланс седьмой месяц. И следующие 3 палатки ставлю на учет 19 месяц. Это делается только для корректности расчета амортизации. Потому что, ну и корректность постановки на учет. На учет. Я же не хочу, допустим, там инвестору или кому-то показывать нереальный баланс. Что на 1 января у меня вдруг 3 палатки на 3 миллиона. Это же не так. У меня же 1,5, 600 и 900. Вот оно сейчас более-менее корректно. Смотрим. Днеоборотные активы. 1,5 несколько месяцев. Потом увеличение. В какой момент у меня увеличение произошло? Седьмого месяца. Вот. Это амортизированные суммы уже. То есть это на самом деле 1,5 миллиона. С которой уже с амортизировалось 150 тысяч. Я добавил сюда еще 600. И он еще 25 тысяч с амортизировал. В принципе, он правильно считает. Ну-ка, 1350. 1350. Минус 25. Списание амортизации. Минус 25. И плюс 600. 1925 там, да? 1915. 15. Почему? А-а-а. А с 600 мне тоже надо амортизацию посчитать. Так, сколько у меня там с 600 амортизаций там? Пошли вопрос. Не помню. Я пропорцию, конечно, могу посчитать. Если у меня 25. Амортизация с... Пропорцию же все умеют, наверное, математически делать. 25. Ну смотри, можно, конечно, зайти туда и посмотреть, сколько лет, да? Я хотел пропорцию просто составить. Если у меня с полутора миллионов 25 амортизации, то 600 это 600. А-а-а, сейчас. 1500 деленное на 600. Это моя, как бы, доля пропорции 2,5. 25 делю на 2,5, получаю 10. Все. Теперь у меня понятно. Плюс 10 еще. Ой, минус 10 еще. Амортизация с 600. Это понятно было, нет? Лей-Сан. Так. Так, 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 так. Значит, дальше проверяем. Это все амортизация. Блин, что-то меня бликует. Глаза и так ничего не видно. Так, амортизация, амортизация, амортизация. И в какой-то момент, к 19 месяцу у меня еще плюс. Вот. Вот у меня добавились еще мои активы. На 900 тысяч примерно. Так, 1530 минус 35. Сейчас посчитаем. 1530 минус 35 плюс 900. 2,395, а там 2,380. То есть еще там идет минус 15, да? Как мне уже, конечно, сложно сейчас посчитать. Минус 15. Это 10 с одного и 5 с другого, да, получается. Так что, ну, в принципе, это бьется, бьется. Вот у меня добавляется это все. Так, идем проверять. Это был баланс. Это я проверил, как у меня сели правильно активы или нет. Теперь идем в денежные средства. Значит, где у меня закупки? Вот мои закупки. Сумма должна быть полторашник. Вот она. Вот мои закупки следующего периода. Сумма 600. И вот мои закупки. Сумма должна быть 900. Все. Вот она есть. Так, идем в прибыля и убытки. Что мы, кстати, увидим в прибылях и убытках? Кое-что увидим. Мы увидим с вами разницу в амортизации. Вот смотрите, была 35, 35, 35, да? Потом раз в 45 еще десяточка. 35? Или сколько там? Вот. Вот десяточка еще добавилась от новых активов. От 600 тысяч. Добавилось 10. И вот еще сейчас будет увеличение. Вот еще добавилось. Было 45, стало 60. Еще 15 добавилось. Это от 900. От 900. От стоимости... От 900. От трех палаток, короче. Так, что еще? Что еще? Ну что, на этом закончим сегодня? Хорошо. Молодцы. Все, сохраняю. Так, сейчас надо выбрать, кто Илье объяснит это все в следующий раз. Попробуйте объяснить Илье, что мы делали. Так, сейчас надо выбрать. Так, сейчас надо выбрать. Спасибо. 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 Продолжение следует...